Библия Например, Моисей, Илья или другие. Они прошли эти трудные времена, и в каждой ситуации Бог приходил на помощь. Когда я размышляю об этом, я всегда восхищаюсь тем, что Бог всегда сумел меня найти в тех моментах, когда одиночество становилось страданием или горечью. Бог всегда присоединялся ко мне в этих ситуациях и чувствах, которые не всегда были блестящими. В Илье мы находим пример человека, который проходил депрессию в пустыне. Он хотел умереть, но Бог в своей мудрости и тактичности смог найти его, дать ему время, выражать свою боль и помочь ему вновь подняться с новой мотивацией и силой. Именно этого желаю и вам, потому что Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Когда мы не можем, Он может. Когда наши силы иссякают, когда упираемся в стену и не знаем, как дальше идти, включаются сверхъестественные ресурсы. Когда мы в руке Бога, никто не может нас похитить из Его руки. Бог всегда верен. Я хотел бы с вами прочитать несколько стихов апостола Павла, которые он написал Тимофею. В своем втором послании Тимофею, который является духовным признанием, апостол Павел пишет возлюбленному духовному сыну и также делится своим сердцем. Он пишет о том, что его жизнь скоро закончится, и что ему готовится венец правды. Затем в четвертой главе он говорит немного об одиночестве. Он говорит, Димас оставил меня и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Он говорит о людях, которые оставили его и которые возбудили в нем одиночество. Однако Павел не застревает в этом одиночестве. Он не замыкается в тюрьму, а восстанавливается, так как он действительно понимает реальность Евангелия. Во-первых, в 13 стихе он просит Тимофея привезти ему книги, особенно кожаные. Это означает, что Павел, вместо того, чтобы ныть и закрыть себя в темницу одиночества, берет ключ и сам открывает дверь этой внутренней темницы. Он понимает, что он еще на что-то доспособен. В вас сокрыт творческий потенциал, который необходимо теперь включить и запустить. Не позвольте грусти и безнадежности заключить вас в тюрьму, от которой вы держите ключ. Начните что-то делать и развивайте это. Павел хотел читать и писать. Слава Богу за это, потому что его темничные послания – это драгоценные послания, которые мы сегодня читаем в Новом Завете. То, что он написал, будучи в темнице, содержит в себе драгоценные истины. Мы очень рады тому, что эти послания прошли сквозь века и дошли до нас. Используйте свой творческий потенциал, чтобы сделать, ну, хоть что-нибудь. Кто-то сказал так. Если судьба приносит тебе лимоны, сделай из них лимонад. Это означает, что если жизнь хочет сделать себя горьким, ты можешь превратить эту горечь во что-то сладкое, без того, чтобы она разрушала твою жизнь. Преврати зло во что-то хорошее. С Божьей помощью ты сможешь это сделать. Вместо того, чтобы сказать, «О, это несправедливо, я этого не заслуживаю», «Пришло время реагировать». Как Павел, возьмите ручку, бумагу или компьютер и пишите, «Займитесь чем-нибудь в вашем одиночестве и делайте это одиночество плодоносным». А вы увидите, что из этого выйдет что-то прекрасное. Вторая мысль находится в 16 стихе. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им». Апостол Павел отказывается пребывать в обиде, горечи и непрощении по отношению к тем людям, которые покинули его. Ведь у них были свои причины, и он их прощает. Он был окружен друзьями, но вдруг не осталось никого. Когда дела идут плохо, вдруг нет никого рядом с вами. Я вспоминаю человека, который мне однажды сказал, «Я всегда помогал другим, но когда я оказался в нужде, все волшебным образом исчезли. Он был обижен». «Не позвольте обиде господствовать над вами. Не заключайте себя в пещеру одиночества, в темницу обиды и горечи. Не позвольте горькому корню воспроизводить ростки, которые появятся в вашем окружении». Как Павел, говорите, да не вмениться им. «Я прощаю, освобождаю их от вины». Все меня оставили, но ничего страшного. Следующий момент в следующем стихе. «Господь же предстал мне и укрепил меня». Прекрасно то, что апостол Павел умел обращаться к Господу даже в самые пустынные периоды его жизни. Даже если тяжело, даже если вас все оставили, вы все еще можете обратить свой взор на небеса. Ваш духовный взгляд проникнет через каменную стену, через свинцовую крышу, которая висит над вашей жизнью, и вы сможете посмотреть на Господа. Состоится контакт, который превзойдет все неблагоприятные обстоятельства в жизни. Это позволит вам сейчас же укрепиться Господом, который сделает большее, чем то, о чем вы просили или помышляли. Конечно же, Павлу было тяжело быть оставленным, но он не держал зла. Последний момент находится в 17 стихе, и я хотел бы разобрать с вами и его. Все то, что Павел высвобождает для нас, это очень прекрасно. Он говорит нам о своем одиночестве. и о том, как он превратил зло во благо. Он пишет, «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. Вместо того, чтобы сокрушаться и думать только о себе, апостол Павел направляет свой взор на других. Он говорит, что цель в том, чтобы другие услышали его первичное призвание, проповедовать народам до сих пор живо в нем. В вашем одиночестве вспомните свое призвание и свою миссию. То, что вы получили от Господа, должно вновь проснуться вас, потому что вы все еще нужны другим людям. Господь желает напомнить вам об этом. Если вы забыли об этом, я хочу сказать вам то, о чем я часто учу. Дух Божий напомнит вам об этом. Он здесь сегодня, чтобы напомнить вам об этом, чтобы ободрить вас. Он напомнит вам о том, что написано во втором послании к Тимофею, в четвертой главе. Опыт Павла может быть вашим опытом. Ключ в том, чтобы превратить зло во что-то благое. Пусть Бог благословит вас и наполнит каждый уголок вашего одиночества собою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова